Боксер, подмосковный шлюберец Павел Маликов, который провел длинную, очень интересную карьеру, уже проводит, вернее, длинную интересную карьеру на профессиональном ринге, но, надо сказать, что главные его бои уже в общем-то позади. В последнее время Павел идет на спаде. Длинной серии поражений. Откровенно. Но до этого был обладателем титула WBC Asia, WBC Asia Silver и WBA Asia и стал титулом WPO Intercontinental в 2017-2018 годах. Ну, постоянным зрителям наших трансляций он хорошо знаком, потому что выступает много в разных городах. Часто работал в Екатеринбурге, в Москве. Да, и Павел, в принципе-то, может зарубиться. Может, может. Он мастер спорта международного класса. Чего-то, что Мазур тоже, в общем-то, не такой уж... Шесть боев. Шесть боев, четыре из них нокаутом. Чемпион России среди юбилей. Яркий, да, потому что у него, вы видите, шесть поражений. Четыре поражения. Четыре поражения при шести боях. При шести победах. И его, согласно ли, к настоящему нам против, в Красном Гу, 36 лет. Род бойца 168 сантиметров, официальный вес 60 килограммов и 700 граммов. Он мастер спорта России. С профессиональным рекордом 16 побед. Шесть из них нокаутом. Семь поражений и одна ничья. Он экс-чемпион Евразийского Максимовского парламента в лёгком весе, яркий и бескомпромиссный, представляющий подмосковные люберцы. Приветствуйте Павел Маликов! Да, друзья, Павел Маликов в ринге, это всегда интересно. Дорогие боя, Сергей Литвунов. Были у него суровые битвы, совсем непростые, против Никиты Кузнецова, против Петра Васильева. Итак, главный карт начался с сегодняшнего шоу. Павел Маликов, Алексей Мазур, лёгкий вес. Давайте смотреть. Вот так вот с атаки начинает боксер из Подмосковья. Последний поединок на данный момент в своей карьере он провёл в середине сентября 1922 года, как раз против Петра Васильева. Ну и помню его бой против Романа Андреева в июле 1920 года. Там вообще всё достаточно жёстко получилось. Роман тогда выиграл. 24-я победа была у Романа в активе. Ну а Павел проиграл довольно тяжёлым нокаутом. Ну вот посмотрите, Павел очень мощно начинает поединок. Понятно, что, наверное, его состояние не позволяет ему вот так вот одинаково выглядеть на протяжении всей дистанции. Поэтому он сразу хочет силовыми ударами сломить соперника. У нас на графике был такой интересный момент, что нас чуть ввёл в заблуждение. Да, в графике была ошибка. У него 6-0, у него нет поражения. Да, но у него 4 как раз это досрочные победы. Да. У Алексея Мазура я имею в виду. Но при этом, да, Алексей последний бой выиграл в конце сентября этого года, заставив капитулировать Шерезидина Дорозокова. Довольно быстрые руки Алексея Мазура. Подвиночный удар навстречу пробивал Павел, но успел перекрыться, поставить пол-лог Алексея на это. Алексей, как левша, старается выцеливать, конечно, тоже по корпусу. Локоть Маликова довольно плотно прижат к ребрам. И вот сейчас Павел отвечает. Левша серия от Павла, да, заканчивается левым боковым в корпус. И 10 секунд до завершения первого раунда. И темп нарастает. Здесь оба, в принципе, по своему стилю, они, я думаю, будут не против разменов. Что такое хет-трик? Это событие, когда игрок забивает три гола за матч. Кстати, этот термин был придуман в крикете. Самый быстрый хет-трик был оформлен за 6 минут 12 секунд. Что такое хет-трик в букмекерской компании Бэтсити? Это сразу три бесплатных ставки по 500 рублей для новых клиентов. Просто скачай приложение и оформи хет-трик из фри-бетов в Бэтсити. Секунданты из Айринг. Итак, второй раунд, друзья. И, Павел, хорошо сейчас начало такое резкое. Ну, там защита, защита. Там Алексей все это видел и ожидал, наверное. Также, потому что все удары пришлись. Либо в локте, либо по перчаткам. Легко, легко на ногах Алексей двигается. Ох, боковой сейчас пропустил Маликов. Ну, и удары, да, от Алексея уже который раз. Ну, Павел пытается создавать вот такие свои недлинные, но силовые серии. Редко они, в общем-то, доходят полностью до цели. Ну, вкладывается он у них. Может, и не стоит так откровенно это делать. Но, Павел, в принципе, привык работать в силовой манере. Это его особенность. Но, в каком он сейчас функциональном состоянии находится. Вот, по тому сценарию, который у меня, бой рассчитан на 8 раунд. Ну, Павла, конечно, давно не было 8-м раундовых боев. Ну, в том числе, кстати, как и у Алексея Мазурова. Мазура у него один бой и всего лишь прошел 10 раундов. Все остальные заканчивались не позже, чем в пятом. У Павла последний длинный бой был в 2019 году против Иссыча Ниева. Тогда он его выиграл. Когда Павел был еще в хорошей форме. На подъеме. Опа! Нокдаун для Павла Маликова. Нокдаун, причем, очень серьезный. 7, 8. Все, бой окончен. Лепунов дает. Да, вы обратите внимание на ноги, Павла. Да, так чуть заплетаясь. Но, конечно, надо отметить, да, что у Павла уже достаточно длинная серия из поражений. Из поражений досрочных. Но вот тогда я помню, как раз это Заур Абдулаев. Первый раз его победил. Ну, вот мы шлопим повтор. Да, и понятное дело, что никто из нас не молодеет. И Павел со временем, конечно, достаточно слабо начал держать многие удары. Да, вот врач проверяет, да. У Павла, конечно, у него сохраняется его настоящий бойцовский характер. Но тело уже не дает тех возможностей, которые были у него до этого. И здесь, конечно, надо беречься. Мне еще показалось, что при таком падении, да, он так неуклюже падал, было вероятно, что он мог еще ногу подвернуть себе. Но мог, да. Сейчас этого не произошло. Вот смотрим еще раз. Здесь действительно падение. Получается, это седьмое поражение подряд. Ну и всего их теперь у него восемь, семь досрочно. Ну, а, соответственно, у Алексея это пятая досрочная победа. И седьмая в карьере. И седьмая в карьере. Руку победителю, давайте скажем спасибо обоим бойцам за яркую и весом комиссию руку. И так, рыбый Сергей Левнов восстановил прикидок на 5-2 минуты и 9 секунд второго раунда. Таким образом победу технический нокаута подержал и остается неизгнающим поражением Алексей Мазу. Давай еще раз покажем 7-0 у Алексея Мазу в активе. И ваши аплодисменты его сопернику Павел Маликов.